Стаж работы более 30 лет, врач высшей категории, гастроэнтеролог. Методом биорезонансной терапии я увлеклась около двух лет тому назад, получив первые результаты на себе. Была большая проблема, которую я не могла решить в течение, ну скажем, два-два с половиной года, используя медикаментозные методы лечения, физиотерапевтические. И немножечко помогал мне решить проблемы массаж, но ненадолго. И когда первый раз в руки я взяла прибор биорезонансной терапии, результат получила буквально на следующий день, после ночи использования программ. Я почувствовала, что болевой синдром сохранился, но объем движений в руке, в плечах стал намного больше. И мне это понравилось, потому что это, что такое для женщины, движение правой руки и вообще объем движений. В конце концов, проблему я решила для себя, решила много проблем, используя прибор в своей семье, что дало мне право говорить и рассказывать, делиться этим опытом, делиться приборами и лечения биорезонансной терапии своим больным, которые обращаются на прием. Когда первый клинический опыт, который я взяла, женщина приобрела прибор и начала использовать для своего лечения, была молодая женщина, у которой развилась негоспитальная пневмония правой доли левого лёгкого с деструкцией седьмого сегмента. Деструкция была подтвердена на компьютерной томографии. Лечение назначали комплексно с применением традиционных комплексов лечения, но, используя приборы биорезонансной терапии, назначали детоксикационные программы, противовоспалительные программы, антибактериальные программы. И через 10 дней на контрольной рентгенограмме следа от деструкции не осталось. Продолжали комплекс лечения. При выписке из станционара через 2 недели у больной была полная рентгенологическая картина лёгкого норма. Ну, это уже, конечно, выдышевило и показало, что использование приборов биорезонансной терапии, это, конечно, хорошо, перспективно, и хочется их использовать дальше. Ещё один интересный, небольшой такой клинический случай. Женщина молодая получила аллергический дерматит лица. Что такое для женщины красота, её внешняя красота? Это, конечно, очень трогательно, очень больно, и всегда хочется выглядеть соответственно. И когда она обратилась за помощью, я ей поставила, назначила программы, опять же, противовоспалительные, детоксикационные, сделали диагностику, вегеторезонансную диагностику и поставили антибактериальный комплекс, аллергический комплекс с использованием комплексных программ косметологии. Через сутки на лице остались небольшие пигментные пятна. На вторые сутки лицо очистилось. На четвёртые сутки внешний вид был изумительный, лицо было чистенькое, без пигментных пятнышек, без сосудистых звёздочек, которые обычно сопровождают воспалительное состояние на лице. То есть мы получили за неделю великолепный результат, который не могли получить, используя традиционные методы лечения. Кафедрой внутренних болезней, клинической фармакологии профессиональных болезней Буковинского государственного медицинского университета под руководством профессора Хухлиной заведующей кафедры, где проводились исследования эффективности использования прибора «Универсал» фирмы «Биомедис» на группах больных. Значит, была создана группа нозологии больных с хроническим вирусным гепатитом С, больным с хроническим лемблиозным холециститом стадии обострения, больные с остро-ревматической лихорадкой, больные с апистархозом, больные с кандидомикозом, уреоплазмой, микоплазмой, хламидийной инфекцией, кандидомикозом. Анализ работы, представленный на сайте нашей компании, подробно об этом большой монументальный труд кафедры профессора Хухлиной, останавливаться я не буду, скажу только, что результаты по всем параметрам превышают традиционные терапевтические методы лечения, как по биохимическим показателям, так и по клиническим синдромам, по рентгенологическим динамике, ультрасонографии внутренних органов, по эридикации вирусной и бактериальной инфекции. Один момент, второй момент, абсолютно безвредный метод, позволяющий сократить сроки пребывания больного, уменьшить дозу принимаемых терапевтических медикаментов, не нанося вреду больному, получая с государственных позиций экономический эффект, потому что срок пребывания больного уменьшается на койке стационара в два раза. Кроме всего, метод применения биорезонансной терапии позволяет сократить сроки, частоту обострений, решать многие инфекционные, острые процессы различного генеза, как инфекционного, так и неинфекционного деления. Помогает решать вопросы деструктивных изменений, десметаболических изменений, корригировать, подбирать в процессе лечения больного, подбирать программы и комплексы, не нанося вреду больного. То есть метод биорезонансной терапии настолько хорош, он настолько эффективен, он соответствует основной заповеди, которую врачи всех поколений, эта заповедь являлась, с чего начинают учить студентов. Не навреди больному. И вот метод биорезонансной терапии, несмотря на небольшой опыт его исследования, подтверждает то, что этот метод безвреден для организма. Я думаю, что кроме всего, этот метод, что он безвреден для организма, это еще метод имеет профилактическое направление. То есть при помощи биорезонансной диагностики мы видим результаты изменения внутри организма на доклинических проявлениях. И корригируя программы на доклинических проявлениях, мы сможем предупредить развитие грозных заболеваний, как туберкулез, как онкология, как СПИД, вирусная инфекция, которая очень хорошо корригируется и лечится приборами биорезонансной терапии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...